Субтитры создавал DimaTorzok Как и любой молодой художник Дега, численно желавший выставлять свои работы в салоне, в начале 1860-х годов обратился к историческому жанру. В ту пору в живописи господствовал академизм, направление, характерными особенностями которого были подражание внешним формам античного искусства и ренессанса, идеализация образов, театральность композиции, условность рисунка и колорита. Картины в традиционной манере могли быть написаны лишь на исторические, религиозные, либо классические литературные сюжеты. Все, что противоречило этим требованиям, искушенная парижская публика считала недостойным внимания. Следуя канонам академической живописи, в течение нескольких лет Дега создал пять картин. Дочь Иефая, Убражнение юных спартанцев, Семирамида, Загладывает город, Александр Ибуцефал, Эпизод средневековой войны или Бедствия Орлеана. Все работы отличаются темной палитрой, довольно сухой и сдержанной манерой письма. Человеческие фигуры на них вышли угловатыми от движения, особенно отчетливо это заметно в дочери Иефая. Лишены плавности, изящества и грации. Критики не оценили представленные полотна, однако эпизод средневековой войны в виде исключения все же приняли в салон 1865 года. Дочь Иефая одна из первых самостоятельных картин Дега, наиболее амбициозная с точки зрения размера и композиции. Работу над полотном художник начал в 1859 году, вернувшись из Италии. Однако оно так и осталось незавершенным. Юному Дегане удалось примирить в себе влияние различных мастеров, особенно Андреа Монтенья, Пауло Вайонезе и Эльжена Телокруха. В основу картины положен ветхозаветный сюжет из 11 главы книги судей Израилевых. Судные братья изгнали Иефая из дома и лишили наследства за то, что он был рожден блудницей. Однако, когда над страной нависла угроза, раскаявшиеся израильтяне упросили сильного и храброго Иефая повести народ против захватчиков аммонитян. Обратившись к Богу, новоизбранный полководец дал обед. Если он одержит победу, то принесет жертву того, кто первым выйдет встречать его из ворот дома. На картине запечатлен момент триумфа и трагедии одновременно. Торжествующие воины возвращаются в город и навстречу и выходит единственная дочь Иефая. Дега изобразил девушку в белом одеянии, тем самым подчеркнув ее невидность в окружении женщин, которые, судя по всему, уже плакивают уготованную ей участь. Интересно, что при разработке композиции мастер уделил особое внимание не только сюжету, но и палитре. Так, в сохранившихся рабочих записях Дега указано, что краски неба, серая и голубая, должны доходить до самых светлых тонов, а тени, естественно, до черного. Для холма на заднем плане следует использовать сине-зеленые цвета. А для одежды Иефая позаимствовать оранжево-красные у старика с картиной Делла Круа. Вероятно, отсылка к полотну Пьета. Если в дочери Иефая молодой художник попытался полностью следовать академическим канонам, это касается и выбора сюжета, и манеры исполнения и палитры, то в упражнениях юных спартанцев он позволил себе несколько отступить от них. Композиция картины построена по принципу треугольника. Его образуют три группы людей, пять умерших справа и, по-видимому, дразнящие их четыре девушки слева, а также несколько взрослых между ними, которые наблюдают за происходящим. Такое расположение элементов считается классическим и пользовалось особой популярностью у мастеров эпохи Возрождения, стремившихся подчеркнуть в своих работах величие и торжественность изображаемого. Вертикали, ясно ощущаемые в треугольнике, как раз создают впечатление устойчивости и статичности. Манера исполнения Манера исполнения сближает упражнения юных спартанцев с картинами эпохи Кватрачента, где, как правило, сюжеты из Библии, либо античные мифологии разворачивались на пейзажном или архитектурном фоне. Одним из наиболее ярких достижений этой эпохи является освоение перспективы. Объемные предметы стали изображаться на плоскости в соответствии с законами и правилами их зрительного восприятия, в зависимости от удаленности и точки наблюдения и так далее. Это придавало картинам глубину, а также отражало пространственную связь предметов. Данные характерные особенности есть и в упражнении, где юный ТВ стремился овладеть соотношением фигур и окружающего пространства. Присущие классики и композиционные решения, сюжеты и манеры исполнения не помешали художнику отказаться от античных черт для изображения юных спартанцев. В результате герои картины больше походят на современников ДК с оживленных улиц Парижа. Именно эта небольшая вольность знаменует первый шаг, сделанный живописцем в сторону от академизма. Как уже говорилось, из пяти исторических полотен ДГА на осенний салон 1865 года в виде исключения приняли лишь эпизод средневековой войны. По манере исполнения работа чем-то напоминает фреску 15 века. Долгое время ошибочно считалось, что в ней живописец изобразил сцену насилия над женщинами в Новом Орлеане во время Гражданской войны 1861-1865. На самом деле полотно является аллегорией. С его помощью мастер высказал опасения касательно судьбы своих близких, живших в этом американском городе. Справа на холсте изображены всадники, слева – женщины. Одни, по-видимому, умирают, другие, над которыми совершено удругательство, пытаются бежать. Любопытно, что при этом ни один из трех всадников не кажется особенно жестоким. Хотя жюри салона приняло работу, ее появление на выставке осталось незамеченным. Вероятно, это косвенно повлияло на решение Дега окончательно распрощаться с жанром исторической живописи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok